Снова время новостей на нашем телеканале в студии Олеся Кайряк. Здравствуйте! Для начала расскажем о главных событиях сегодняшнего дня. Штехан Гаткан, возможно, вернулся домой, но пока его еще никто не видел. Тем временем выяснилось, что он якобы снова передумал и уже не хочет покидать парламент. Партия Шор приходит на помощь пожилым людям. Политформирование требует изменения процедуры подачи заявлений на перерасчет пенсий. Несколько заключенных из пенитенциарного заведения номер 9, более известного как тюрьма Прункул, жалуются на агрессию и плохое отношение со стороны охранников. Каковы конкретные обвинения, расскажем в выпуске. Женщина, бросившая новорожденного погибать в винограднике, рискует теперь потерять всех своих детей. Представители правоохранительных органов заявляют, что она скрывала от всех факт своей беременности. А далее все это и многое другое подробно. Штефан Гацкан, возможно, вернулся во вторник вечером в Кишинев. По крайней мере, в этом уверяет блогер Евгений Лукьянюк, который опубликовал несколько фотографий, сделанных на улице, где находится дом депутата. На снимках видно, что район заполнен сотрудниками службы госохраны и защиты и людьми в Гражданском. На фото, опубликованных блогером в социальных сетях, видно, что около дома Штефана Гацкана находятся несколько сотрудников службы охраны. В то же время портал Зьярл Дегарда, ссылаясь на анонимный источник, сообщает, что депутат находится под круглосуточной охраной. Он вернулся в страну, чтобы обеспечить кворум на следующем заседании парламента. Уточним, что два дня назад и депутат Серджио Сырбу заявил, что не исключает того, что Штефан Гацкан может появиться в парламенте для обеспечения кворума. Сырбу подчеркнул, что депутат не сможет свободно обсуждать то, что с ним произошло. Через неделю после его исчезновения представители Государственной службы охраны и защиты признали, что с 1 июля обеспечивают безопасность депутата Штефана Гацкана, а также членов его семьи. Тем не менее, в учреждении не представили информацию, осуществлялось ли его сопровождение и защита на территории Румынии, где Гацкан находился в течение нескольких дней. Мы решили выяснить у представителей пограничной полиции, действительно ли Гацкан пересек границу и находится в стране, но нам отказались предоставить эту информацию, сказав, что это личные данные. Между тем, телефон Штефана Гацкана по-прежнему отключен. Мы попробовали выяснить, знают ли депутаты от ПСРМ, бывшие коллеги Гацкана, где он сейчас. Но Влад Батрынча и Корнелио Фуркулице, так же, как и члены Промолдова, не ответили на наши звонки. Напомним, скандал вокруг Штефана Гацкана начался 30 июня, когда он покинул фракцию ПСРМ и присоединился к группе Промолдова. Впоследствии его новые коллеги объявили, что депутат подвергся давлению и запугиванию со стороны Корнелио Фуркулице и Влада Батрынча с целью заставить сдать мандат. А сам Гацкан подал жалобу в прокуратуру по этому поводу. На следующий же день Фуркулице объявил в социальных сетях, что Гацкан отказался от своего мандата и решил остаться частью команды ПСРМ. Это вызвало подозрения у Промолдовой, чьи депутаты устроили протест у администрации президента, обвиняя Игоря Дадона и социалистов в похищении Гацкана. Через несколько часов после этого Гацкан появился на видео, снятом на фоне виноградника, где рассказал, что с ним все в порядке и что он вместе со своей семьей нуждается в психологической реабилитации. Вечером того же дня СМИ написали, что он был вывезен из страны по просьбе Дадона. Во вторник представители румынской полиции подтвердили, что Штефан Гацкан был в ясах. Как его коллеги из Промолдова, так и депутаты от оппозиции считают, что Гацкан был вынужден подписать документ об отказе от своего мандата. Тем временем депутат Штефан Гацкан якобы снова передумал и отозвал свое заявление, в котором сообщал о сдаче мандата. Об этом написал в социальных сетях депутат от платформы «Достоинство и правда» Александр Сусарь. По его словам, проект решения по Гацкану больше не значится в повестке дня заседания парламента. Отставка Гацкана больше не фигурирует в повестке дня парламента. Он, вероятно, чувствует себя лучше. Лечение службы госохраны и защиты является наиболее эффективным. Завтра, возможно, на пленарном заседании нам продемонстрируют его заявление об отказе от сдачи мандата. Написал Сусарь в социальных сетях. Мы попытались связаться со Штефаном Гацканом, но номер был отключен. Его коллеги из Промолдовы утверждают, что такое решение не принадлежит самому Гацкану. «К сожалению, до сих пор у нас нет возможности с ним связаться. Но мы уверены, что даже сейчас он подвергается угрозам, давлению, наблюдению со всех сторон. Мы уверены, что он не свободен в своих действиях и в своих высказываниях. Мы уже ничего не исключаем. Мы даже не исключаем, что он может быть вынужден отказаться от заявления о сложении мандата и от него потребует вернуться к фракции ПСРМ». Социалист Василий Боли отказался обсуждать эту тему с нашим корреспондентом. «В СМИ появилось много информации о том, что господин Штефан Гацкан вернулся в страну. Вы что-то знаете? Вы с ним разговаривали? Не знаю. Спасибо, до свидания». Отметим, что на прошлой неделе, в день исчезновения Гацкана, парламентская юридическая комиссия во главе с социалистом Василием Болей приняла заявление об отказе от мандата депутата. Этот вопрос был включен в повестку Дня парламента. Из-за отсутствия кворума пленарные заседания до сих пор не проводились и голосование по заявлению так и не было возможности провести. История Штефана Гацкана оказалась в поле зрения международных СМИ. Несколько зарубежных изданий написали о том, как в Молдове похитили депутата, чтобы не допустить распада коалиции. Случай представили как борьбу между проевропейскими и пророссийскими силами, подчеркивая причастность интересов России. Евроньюз отмечает, что уход Штефана Гацкана является первым толчком, который может ослабить власть Дадона, если и другие депутаты последуют его примеру. Бельгийская пресса, в свою очередь, пишет, что у оппозиции был шанс сформировать новое большинство, но Москва этого не допустила, и что эта история привлекла внимание дипломатов, неправительственных организаций и кишиневских активистов. Тему не башли стороной и российские и румынские издания. Так, журналисты Зиарл Дияш отмечают, что депутат находился в ясской гостинице, вместе с семьей сообщив репортерам, что был в отпуске, что не сбежал и не чувствовал какой-либо угрозы. И еще об одной затянувшейся истории на политической арене страны. После трех неудачных попыток премьер-министр снова придет в парламент. В четверг он кику намерен в очередной раз представить депутатам проект, из-за которой правительство взяло на себя ответственность еще на прошлой неделе. Мы не будем отзывать из парламента проекты, предусматривающие повышение зарплат врачам, покрытие дефицита заработной платы для педагогов, которые составляют 175 миллионов в этой поправке и многое другое. Завтра я приду в парламент и в пятницу приду, пока депутаты не поймут, что им нужно заниматься делами граждан. Однако парламентская оппозиция категорична и утверждает, что не согласится на то, чтобы Кабмин взял на себя полномочия законодателей, так как парламент функционален и нет никакой необходимости брать на себя эти обязательства. Народные избранники выдвигают условия, при которых они готовы быть на заседании. Так одни из них готовы проголосовать за все четыре закона, представленные правительством в том случае, если они будут приняты согласно обычной процедуре и будут выдвинуты на голосование. Напомним, что последние пленарные заседания не состоялись из-за отсутствия кворума. На них были только социалисты и демократы, обладающие всего 49 мандатами. Все остальные депутаты бойкотировали заседание. Партия Шор предлагает вариант решения ситуации с пожилыми людьми, которых власти обязали в период пандемии лично явиться в национальную кассу социального страхования. Вице-председатель партии депутат Марина Таубер обратилась в Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, а также в НКСС с просьбой пересмотреть порядок подачи заявлений о перерасчете пенсий. Депутат партии Шор Марина Таубер написала на своей странице в социальных сетях, что действия властей бесчеловечны и унизительны. Это после того, как многие граждане стали жаловаться, что их обязали явиться в национальную кассу соцстрахования для того, чтобы представить документы для перерасчета пенсий. Пожилые люди вынуждены были простаивать на улице в жару в бесконечных очередях, подвергая себя риску инфицирования коронавирусом нового типа. Таубер решила подать заявление на имя руководства двух ответственных учреждений. «Я предложила, чтобы от заявителей больше не требовалось лично подавать заявление, а делать это через законного представителя или члена семьи, в электронном формате или подавать документы в почтовые ящики филиалах НКСС», отметила Таубер в социальных сетях. Марина Таубер подчеркнула, что все уже давно поняли, что правительство Дадона антисоциально, но в конце концов оно должно учитывать и рекомендации оппозиции. Мы попытались получить комментарий на эти обвинения от пресс-секретаря президента, но Кармена Стерпу не ответила на наш звонок. Ранее она отмечала, что аппарат президента не комментирует заявления политиков. В свою очередь, глава управления информирования и связям со СМИ Национальной кассы социального страхования Валентина Федосенко на вопрос нашего корреспондента прокомментировать ситуацию, сообщила, что учреждение пока не получило заявление от Марины Таубер, при этом заверив, что запрос будет рассмотрен в обязательном порядке. Более того, представитель Национальной кассы заявила, что люди не должны приходить с ночи, чтобы подавать заявление. Да, в очереди много людей. Мы делаем все возможное, чтобы они не стояли в очередях, но народ приходит с самого утра, потому что им кажется, что если они придут раньше, то и заявления подадут быстрее. Мы всегда стараемся делать как лучше. Есть проект, с помощью которого бенефицары могут подавать документы в НКСС по доверенности, но в данный момент этот проект отправлен на одобрение в парламент. И советник по связям с общественностью Минздрава Кристина Стратулат пообещала, что учреждение сообщит о своем решении после рассмотрения заявки от депутата партии ШОР. Напомним, в разгар пандемии сотни пожилых людей вынуждены простаивать в очередях у столичных офисов Национальной кассы социального страхования, чтобы подать заявление о перерасчете пенсии. И это происходит после того, как пенсионеры более трех месяцев соблюдали карантинный режим, дабы не подвергать себя риску заражения коронавирусом. Решение об обязательном присутствии пенсионеров в НКСС вызвало волну критики и осуждения в обществе. В этом контексте лидер партии ШОР, депутат Илон ШОР, обвинил власти в лицемерии и геноциде против собственного народа. Продолжаем выпуск. Вчерашний сильный ливень привел к разрушительным последствиям во многих населенных пунктах страны. В Штефанводском районе оказались затоплены домохозяйства, град уничтожил десятки гектаров сельскохозяйственных культур. В то же время спасатели продолжают укреплять защитные дамбы для предотвращения наводнений в селах Урек, Пруд и Днестр. Прошедший дождь с градом привел к разрушениям на юге страны. В социальных сетях появились видеозаписи, сделанные в Штефанводском районе. На кадрах видно, что град размером с перепелиное яйцо. В результате сельскохозяйственные культуры были полностью уничтожены. Гектары виноградника, кукурузы, яблоневые, сливовые и ореховые сады. Осадки доставили немало хлопот и водителям. В интернет выложены кадры, где видно, как водители спешат накрыть свои автомобили, чтобы те не пострадали от града. Тем временем во многих населенных пунктах страны, расположенных вблизи рек Пруд и Днестр, сотрудники генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям вместе с жителями продолжают устанавливать защитные дамбы. Спасатели использовали десятки единиц техники, чтобы помочь жителям села Гатешт и Кантемирского района. В селе Гелтасу пришлось укреплять плотину протяженностью 3 километра. Сооружение помогло предотвратить риск наводнений десятков гектаров земли из-за разлива притока реки Пруд-Сака. Сохраняется опасность затопления примерно 160 домов в селах Гелтасу и Цыганка, а вода угрожает размыть участок железной дороги. Защитная плотина протяженностью более 200 метров была также укреплена в Унгенах, а в селе Грозешт и Неспаренского района пожарным пришлось откачивать воду в огороде одного из сельчан, дабы предотвратить затопление всего хозяйства. Отметим, что государственная гидрометеослужба прогнозирует на среду грозовые дожди в нескольких населенных пунктах в центре и на юге страны. Другим темам. Несколько заключенных столичной тюрьмы номер 9 на улице Прункул жалуются, что работники пенитенциара нарушают их права. Охранники их оскорбляют, выбрасывают еду из холодильника и конфискуют личные вещи без каких-либо объяснений. Заключенные обвиняют в агрессивном поведении заместителя начальника тюрьмы. Тот, в свою очередь, все обвинения отвергает. Несколько отбывающих наказания в тюрьме номер 9, которые предпочли сохранить анонимность, жалуются на жестокое обращение. 24 числа у нас был тут, у нескольких заключенных был конфликт с дежурными ночью. Нас всех разбудили. После этого с караула охранники угожали пистолетами, тыкали. Ломали стены, мебель разбирали. Вещи наши личные кидали на пол на землю. Иду с холодильников на землю выкидывали. На подушке наступали специально. Ой, мы на подушку наступили. Ой, да, и еще раз принципиально наступали. У меня был матрас, купленный родителями на собственные деньги, законно привезенный мне на основании заявления. Его по приказу заместителя директора Святослава Венгера взяли и выбросили на свалку. Они говорили, вы посмешище, вы никто, я покажу вам тюрьму и посылки. Мы обратились в Центр по защите прав человека с просьбой оказать нам поддержку, чтобы уведомить все компетентные учреждения, такие как прокуратура и Министерство юстиции. Заключенные утверждают, что на прошлой неделе сразу после инцидента они отправили жалобы в правительство и Генеральную прокуратуру. В свою очередь, заместитель начальника пенитенциарного учреждения Святослав Венгер все обвинения в свой адрес отрицает. Он говорит, что все предпринятые действия были законны, и что сами осужденные вели себя ненадлежащим образом в ночь на 24 июня. Доказательством этому служат видеокадры с камер наблюдения, которые установлены в тюрьме. Они употребили алкогольные напитки, после чего начались провокации. Они подстрекали и провоцировали наиболее уязвимых. Затем один из них изувечил себя, затем толкнул женщину, которая работает дежурным врачом. Были предприняты меры, которые предусмотрены режимом, то есть изъяты некоторые предметы, которых не должно быть в пенитенциарном учреждении, изъяты напитки и другое. Представители Национальной администрации пенитенциарных учреждений пообещали заняться этим делом. Мы начали внутреннее расследование в рамках Национальной администрации пенитенциарных учреждений. Все причастные к этому случаю будут заслушаны. Администрация тюрьмы отказала нашему телеканалу в просьбе о проведении съемок в пенитенциарном учреждении, сославшись на меры предосторожности из-за пандемии. И добавим, заключенные, с которыми общался наш корреспондент, отбывают наказание в тюрьме открытого типа. Большинство из них осуждены за преступления, совершенные по неосторожности, в том числе в ДТП. Далее перейдем к теме пандемии. Еще 11 граждан Молдовы скончались от осложнений, вызванных коронавирусом. Среди жертв медсестра из Бричанской районной больницы. Погибшая стала 27-м по счету медработником, умершим от вируса нового типа. По данным Минздрава, общее число погибших от осложнений COVID-19 достигло 614 человек. Между тем, за сутки было зарегистрировано еще 330 новых случаев заражения. 388 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. С начала пандемии в республике заразились более 18 471 человека. Из них 2561 – это медработники. Напомним, объявленное в Молдове чрезвычайное положение в сфере общественного здоровья действует до 15 июля. Его могут продлить в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. Мир стоит на пороге 12 миллионов случаев заражения COVID-19. Согласно статистике, только в США за прошедшие сутки выявлено более 60 тысяч новых случаев инфицирования, что является рекордным показателем за 24 часа. С начала пандемии число погибших от осложнений, вызванных вирусом в Соединенных Штатах, составило почти 134 тысячи человек. В Латинской Америке, странах Карибского бассейна, заразившихся уже свыше трех миллионов. Больше половины из них приходится на Бразилию, которая занимает второе место по количеству заболевших. На третьем по-прежнему Индия – 745 тысяч инфицированных. Британские ученые предупреждают о серьезных осложнениях, которые COVID-19 может вызывать в работе мозга. И хотя заболевание является в основном респираторным и поражает легкие, нейробиологи зафиксировали новые доказательства его влияния на мозг. Сотрудники Университетского колледжа Лондона описали 43 случая, в ходе которых у пациентов с коронавирусом возникли серьезные неврологические нарушения, инсульты, воспаления, временные дисфункции мозга, бред и психоз. Ранее и китайские ученые выявили, что коронавирус поражает не только легкие, но и кровеносную систему, почки, печень и мозг. Вспышка COVID-19 ускоряется, и пандемия коронавируса все еще не достигла своего пика. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус. Он отметил, что первые 400 тысяч случаев заражения были зарегистрированы за три месяца, и такое же число случаев было выявлено за минувшие субботу и воскресенье. В апреле и мае фиксировалось около 100 тысяч случаев в месяц. Сейчас 200 тысяч новых случаев за сутки. Участники протестных акций в сербской столице устроили беспорядки в центре Белграда. Они подожгли полицейские машины и прорвались в здание парламента страны. Около 5000 жителей собрались в центре Белграда, чтобы выразить свой протест против новых ограничительных мер в связи с коронавирусом, в том числе введенные с пятницы по понедельник комендантский час. В ходе беспорядков были ранены несколько полицейских, часть демонстрантов задержаны, их число не уточняется. Аналогичные акции прошли и в других сербских городах. Соединенные Штаты официально уведомили ООН о своем выходе из Всемирной организации здравоохранения, которую Вашингтон обвиняет в несвоевременном реагировании на пандемию коронавируса. Таким образом, согласно процедуре, сам выход из ВОЗ Америки, крупнейшего донора, наступит по истечении годичного периода, то есть 6 июля 2021 года. Ранее президент Дональд Трамп объявил, что Штаты намерены полностью прекратить отношения с организацией и обвинил ВОЗ в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. По версии Трампа, власти Поднебесной и руководство Всемирной организации здравоохранения не приняли своевременных мер в связи с распространением вируса нового типа. Президент Бразилии Жейр Болсонару подтвердил, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Ранее, во вторник, глава государства отменил все запланированные на эту неделю мероприятия из-за подозрительных симптомов, напоминающих COVID-19, и начал прием гидроксихлорахина. Напомним, что глава Бразилии недооценивал значение пандемии, называя коронавирус гриппом. В конце июня суд страны принудил его носить защитную маску в общественных местах. Ну и вернемся в Молдову. Далее подробности истории, потрясшей страну. Женщина, которая бросила своего только родившегося младенца в поле, рискует остаться без остальных четверых детей. Примар коммуны Мереж Тихончевского района, откуда родом роженица. Отметил в беседе с нашим корреспондентом, что многодетная мать скрыла беременность, а ее муж и понятия не имел, что супруга должна была рожать. Местные власти рассматривают возможность размещения всех детей из этой семьи в детском доме. Примар коммуны Мереж Тихончевского района заявил, что никто, в том числе муж, знать не знал о беременности 31-летней женщины. Она даже не состояла на учете у семейного врача. Глава населенного пункта добавил, что в день инцидента он вместе с супругом роженицы был в поле в селе Крестешты Тихончевского района. Они вместе работали в поле в семье в Неспаренах, в селе Крестешты, работали на виноградниках. Он ничего не заметил даже. А то, что живот стал немного больше, она объяснила проблемами с печенью. Хорошо, но вы работали вместе на винограднике. Как не заметить, что жена отошла? Он ничего не знает, он был вдалеке от нее. Как отметил примар, семья стоит на учете у социального работника и получает выплаты. После случившегося, других четверых детей могут забрать из этой семьи. В ближайшие дни суд решит, будут ли родители лишены родительских прав. Я уведомил прокуратуру о том, что дома с папой, бабушкой и дедушкой остались четверо несовершеннолетних. Теперь их могут разместить или в доме-интернате, или подыскать им подходящую семью. Завтра утром мы решим, возможно, их отправят в детский дом. Между тем, появилось видео той самой минуты, когда чужие люди нашли в кустах новорожденного. Супруги также работали в поле и в какой-то момент услышали детский плач. На кадрах видно, как они прилагают усилия, чтобы достать ребенка из кустов, и даже используют при этом рабочий инструмент. Сейчас ребенок находится в одном из отделений Столичного института матери и ребенка. В учреждении рассказали, что состояние младенца хорошее. Медобследование показало, что малыш ничем не болен и пока останется под наблюдением врачей. И мать новорожденного госпитализировали. Она сейчас в Неспоренской районной больнице. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. В беседе с нашим корреспондентом пресс-секретарь инспектората полиции Ханчешт Кристина Викол сообщила, что компетентным органам предстоит решить, какое наказание понесет виновное. А далее у позитивных и вызывающих гордость новостях о новорожденных. Программа «Материнский капитал», инициированная Иланом Шором еще в 2015 году, продолжает успешно реализовываться и в настоящее время. 8 июля еще 25 семей получили финансовую помощь от представителей политической партии Шор. Также на церемонии вручения пособий депутат Виолетта Иванов сообщила молодым родителям, что сюрпризы на этом не закончатся. Она проинформировала семьи, что фракция Шор разрабатывает законопроект, в котором предложит единовременное пособие при рождении первого ребенка увеличить практически до 16 тысяч леев и до 24 тысяч леев на второго и последующих детей. Еще 25 семей из Аргеева получили 8 июля единовременные пособия при рождении ребенка по программе «Материнский капитал», запущенной Иланом Шором. Суммы пособий 7 и 10 тысяч леев, а цель программы – помощь молодым семьям и поддержка рождаемости. Лидер партии Илан Шор в виде обращения поздравил молодых родителей, пообещал, что его команда и далее будет поддерживать аргеевцев. С нашей командой сделаем все, чтобы в нашем городе детские сады были лучше, чтобы детские парки были лучше, чтобы открылся университет, о котором мы говорим, о котором мы обещали, чтобы школы были хорошие. И главное, чтобы те, которые теперь сегодня, никогда не уезжали с нашего замечательного города Аргеева. Программа «Материнский капитал» всегда была и останется очень приятным и очень важным событием, потому что мы видим улыбки на лицах детей, родителей и семей, которые приходят с малышами. Депутат от партии Шор Виолетта Иванова отметила на мероприятии, что политформирование разрабатывает законодательную инициативу о повышении единовременного пособия по рождению ребенка. Речь идет об увеличении единовременного пособия при рождении первого ребенка в размере двух средних зарплат, что составляет чуть меньше 16 тысяч леев, а при рождении второго и следующих по 24 тысячи леев, то есть три средние зарплаты. Присутствовавшие на церемонии вручения пособий представители местной власти также говорили о важности поддержки молодых семей. Предоставление этой помощи призвано укрепить наше намерение построить красивый город и обеспечить прекрасное будущее молодым семьям здесь, у себя дома. Этот проект, инициированный Илоном Шором, был направлен на повышение рождаемости, потому что все мы знаем, что в республике Молдова смертность выше, чем рождаемость. За это время, согласно статистике, в Аргееве тенденция изменилась. Новоиспеченные родители благодарны за финансовую помощь, а некоторые поделились с нашей съемочной группой, на что планируют потратить эти деньги. Пособию рады, тем более, что у нас много сейчас расходов. Это будет полезно нам. Мы купим кроватку для детей. Большое спасибо партии Шоры, примару, Илону Шору за этот проект, который помогает молодым семьям. Я желаю им еще больших успехов и достижений и далее, и не останавливаться на том, что они уже сделали для нашего Аргеева. С начала этого года более 150 семей из Аргеева уже получили пособие по рождению ребенка, а за последние пять лет финансовая помощь была оказана более чем 2600 семьям. Муниципальные власти внедрили сразу несколько программ по поддержке местных жителей. В городе модернизированы детские сады, а дошколята питаются по системе кейтеринга. Блюда для них готовятся в ресторанных условиях. Также в Аргееве действует программа «Социальное жилье» для молодых специалистов и работников бюджетной сферы. Еще одно новое завершение выпуска. Депутат политической партии Шор Марина Таубер приглашает представителей компетентных органов, в особенности сотрудников Аргеевского инспектората полиции и районного центра общественного здоровья, начать диалог для поиска решений, которые позволили бы возобновить работу культурно-семейного парка «Архиэлэнд». По словам депутата, диалог должен состояться в интересах граждан, учитывая ситуацию, когда полиция неправомерно блокировала деятельность парка. Депутат политической партии Шор Марина Таубер говорит, что команда готова сделать все возможное, чтобы крупнейший и самый любимый парк в стране продолжал работать. Она призвала ответственных лиц сесть за стол переговоров, чтобы определить лучшее из возможных решений. Парламентария напомнила, что страдают от закрытия Архиэлэнда в первую очередь дети, и те, кто из-за пандемии и невысоких доходов не может себе позволить отдых за рубежом. Я думаю, все мы должны принять во внимание или вспомнить наше детство и понять, как чувствуют себя дети, которые практически не испытывают радости, у них нет развлечений. Большинство из них живут в Кишиневе, им фактически некуда выйти или уехать. Таубер полна решимости продолжать борьбу вместе с командой политической партии Шор за открытие жемчужины Аргеева парка Архиэлэнд. Это самый большой парк и самая большая зона отдыха для всех наших сограждан, и не только для жителей Аргеева. Поэтому мы боремся и будем продолжать бороться, чтобы вновь ворота нашего парка были открыты. Мы связались с директором районного центра общественного здоровья Ионом Балбачану, который сообщил, что учреждение примет приглашение Марины Таубер. Да, а почему нет? Я думаю, что ведомство примет участие. Мы также попросили представителей Аргеевского инспектората полиции дать свои комментарии. Когда получим приглашение, тогда и сможем ответить. Деятельность самого большого парка развлечений в стране Архиэлэнд была фактически прервана 28 июня, после того, как власти попытались его закрыть на основании решения Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. Тогда территория была практически заполнена полицейскими, прибывшими даже из Кишинева. Они заставляли людей покинуть парк развлечений, угрожая им штрафами. Но посетители выступали против и пришли на защиту любимого места отдыха. Народ поддержали представителя политической партии ШОР, в котором уверены, что полицейские действовали недолжным образом, без необходимых документов, как того требует закон. А центральные власти обвинили в применении двойных стандартов, учитывая, что зоны отдыха в Кишиневе по-прежнему остаются открытыми. За прошедшую неделю сотни гостей Архиэлэнда отправили сообщение властям с просьбой вновь открыть любимый парк. Руководство Архиэлэнда представило пакет документов, подтверждающих, что в парке соблюдаются все правила безопасности, в том числе и эпидемиологические. В четверг на большей части территории страны ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. В столице воздух прогреется до плюс 26. В северной столице будет еще на градус теплее, а вот в Бричанах столбики термометров остановятся всего на плюс 22. В Сороках прогнозируют 25 градусов выше нуля, во Флорештах и Леушенах до плюс 26. В Аргееве и Дубосарах градусники покажут плюс 26, в Унгенах будет еще на градус выше. А вот в следующих трех городах ожидается солнечная погода. При этом в Террасполе и Кагуле воздух прогреется до плюс 27, в Камрате же до 28 градусов со знаком плюс. Далее о погоде за рубежом. Солнечные 27 градусов тепла в Бухаресте. В Киеве вероятны кратковременные дожди и 21 градус тепла. В Москве же дождливо и всего 17 градусов выше нуля. Дожди и плюс 20 в Лондоне. А вот в Мадриде солнечно и 32 градуса жары. Ясное небо будет и в Париже при плюс 30. Плюс 32 и солнечно в Риме. Значительно прохладнее, 17 тепла и кратковременные осадки в Берлине. В Афинах небо ясное и 31 градус жары. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин